Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 28 января, Православная Церковь совершает память преподобного Павла Фивейского. Преподобный Павел Фивейский родился в Египте, в городе Фиваиде. Оставшись сиротой, он много претерпел от своего коростолюбивого родственника из-за родительского наследства. Во время гонений Декия на христиан, святой Павел, узнав о коварном замысле предать его в руки гонителей, покинул город и удалился в пустыню. Поселившись в пещере у подножия горы, преподобный Павел, никому не ведомый, прожил в ней 91 год. Неустанно молясь Богу днем и ночью. Питался он финиками и хлебом, который приносил ему ворон, одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя. Посмотрение Божию уже незадолго до кончины преподобного Павла, Бог открыл о нем преподобному Антонио Великому, который также подвязался в Фиваитской пустыне. Однажды святому Антонио пришла мысль, что едва ли есть другой такой пустынник, как он. И тогда он услышал глаз. «Антоний, есть раб Божий, который в совершении тебя и прежде тебя поселился здесь, в пустыне. Иди в глубину ее и найдешь его». Антоний пошел и нашел пещеру святого Павла. Преподав Антонию урок смирения, преподобный Павел вышел ему навстречу. Старцы назвали друг друга по имени. Обнялись и долго беседовали. Во время беседы прилетел ворон и принес им обоим хлеб. Преподобный Павел открыл преподобному Антонию приближение своей кончины и завещал похоронить его. Представился святой Павел во время молитвы, стоя на коленях. Преподобный Антоний видел, как его святая душа в окружении ангелов, пророков и апостолов восходила к Богу. Два льва прибежали из пустыни и когтями вырыли могилу. Преподобный Антоний похоронил святого старца и, взяв его одежду из пальмовых листьев, удалился в свою обитель. Одежду эту преподобный Антоний хранил, как величайшую святыню, и надевал только два раза в год – на Пасху и Пятидесятницу. Скончался преподобный Павел Февейский в 341 году, когда ему было 113 лет. Он не основал ни одной обители, но вскоре после его кончины явилось много подражателей его жизни и покрыли пустыню обителями. Преподобный Павел считается отцом православного монашества. В XII веке тело святого Павла по воле императора Мануила было перенесено в Царьград и положено в Перевлептской обители Пресвятой Богородицы. Впоследствии оно было перенесено в Венецию и, наконец, в Венгрию, в Афии. Часть главы его находится в Риме. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Иоанна Кушника, преподобного мученика Пан София, преподобных Прохора и Гавриила, святителя Герасима, патриарха Александрийского, священномученика Михаила Самсонова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Оковы плоти разрушая, душе высвобождая путь, они несут свой крест вкушая, молитву Божию в ней суть. Постом и бдением спасаясь, в пещере мрачной затворясь, всю жизнь для Господа труждаясь, в безмолвии лишь находясь. Субтитры создавал DimaTorzok